Всем привет! Ну вот все, моя мультиварочка закончила работу. Да, я начала видео с конца в начало. Открываем крышечку. И там у нас... Какую вкусную картошку с мясом сегодня мой золотой волшебный горшочек приготовил. Мне было нужно только почистить, порезать, потереть, все засыпать сюда, включить. И вот такая вот вкуснотень получилась. Я это пробовать не могу. Рассказать вам, как это вкусно, я не могу. Но слюни уже текут от запаха. А как я это делала, смотрите дальше в моем видео. Привет! Сегодня мне нужно очень быстро приготовить ужин. И я прибегну к помощи своей мультиварки Штеба. И в ней я буду делать... Что я буду делать? Очень вкусную картошку с мясом. Для этого мы берем саму картошку, лучок, морковку. И у меня вот такие кусочки мяса. Это было мясо на ребрышках. И поехали! Моем. Чистим. Очень удобная вот эта штучка, подставка. Можно просто вдоль шлак, конечно, чистить все эти вещи. Но очень удобно. Она у меня подходит по размеру раковины с отверстиями. Я положила, у меня и овощи были под водой, и очистки там, и все чистое, и все аккуратное. И вода сечет, и я сухие очистки выброшу в мусорное ведро. Режем. Натираем. Мультиварку в режим жарки подключаем. Немного масла на дно наливаем. Лук с морковкой туда отправляем. И немного пассеруем. Перемешивая все. Пассеровали мы немножко лук с морковкой для картошки. До хрустящего состояния. Жарить я не буду. Добавляем туда мясо. И немножко потоним. А потом воды добавим. И картошку туда свалим. Прям чуть-чуть совсем воды. И не туды, и не сюды. Что-то у меня сегодня прет. Какой-то во мне есть стихоплет. Нет. Я не Гоголя, не Пушкин. Даже вовсе не Кукушкин. Вот просто что-то меня прет. А во всем виновата она. Картошечка эта. Так. Теперь, что мы делать будем дальше? Так и лезет из меня. Не пойму, в чем дело я. Я не буду сегодня дожидаться, пока у меня это закипит. Вот я все смешала. Хмели-сунели туда немного добавила. Приправ вы можете добавлять по своему вкусу, по своему усмотрению. Кто как любит. У кого какие предпочтения. На это количество я соли добавлю немножко. Всего лишь одну столовую ложку. Если будет совсем не солено, в тарелке посолит тот, кто будет есть. Мне это нельзя, поэтому я не ем это. Итак, погружаем туда же картошку. Загрузила я картошку, подсолив еще немножко, прям буквально, вот чуть-чуть, пол столовой ложки, чесночок туда бросаю. Я его не очищаю, просто хорошо так обрабатываю и мою. Все сейчас перемешаю. Воды вот так, наполовину всей кастрюльки. Если нет у вас такой, то на плите можно. В обычной кастрюле не менее вкусно. Это всегда очень вкусно получается. Ну, по крайней мере, мне так говорят. Насколько я помню, это было давно, уже более 8 лет, когда я ела это. Запахи потрясающие. Муж это очень любит. Если нет мяса, можно заменить куриным мясом. Все перемешала. И теперь продолжим так. Плотно крючку закрываем, клапан тоже закрываем и режим мы выбираем. Вот с режимами беда. Книжку делай я не знаю куда. Будем-будем сейчас думать, что же нам теперь придумать. Если это типа жарко, это пар, тут овощи и суп, курица, рыба, непонятно что и каша. Ой-ой-ой. Тогда мы проще поступим. Выбираю режим супа и включаю на полчаса. Там картошка будет готовиться, а я пойду варить себе гречку. Ждёмся. Сигнал готовности у меня уже прозвучал. Сделал так пик-пик. Вот так вот. Всё, я на столб нажимаю. Открыть крышку я сейчас не могу, потому что у меня там всё под давлением. Давление должно стравиться. Я пока оставлю, чтобы оно естественным образом, способом стравилось. И потом открою крышку. А у меня сегодня вот так вкусно. Гречка с грибочками. Опята. И салатик. Обожаю. Ну всё, всем пока.